Мы сегодня встретились с представителями торговых сетей города, супермаркеты, магазины, продовольственные магазины, где обсудили те вопросы, которые волнуют сегодня как реализаторов, как владельцев сетей, так и те вопросы, волнующие город и жители нашего города. Много было поднято вопросов, в некоторых мы нашли сразу ответы, некоторые мы оставили для доработки и принятия решений. Одним из таких решений было обязательное ношение средств защиты, маски, перчатки при посещении торговых сетей. Я уверен, что сегодня такое решение комиссия ТЭП НС города Одессы примет. Уважаемые жители, я прошу вас все-таки отнестись с большей ответственностью к тем мерам предосторожности, которые мы предлагаем. Посещение мест массового нахождения людей, супермаркеты, магазины, торговая сеть должны быть исключительно в средствах защиты. Желательно при посещении продуктов, выборе продуктов питания, я имею в виду овощей и фруктов, чтобы у вас были соответственно и перчатки в том числе. Мы порекомендовали, как это сделать представителям торговых сетей. Далее. Сегодня, когда закрываются целые регионы и города, мы должны быть уверены, что у нас есть предприятие, которое обеспечит хлебобулочными изделиями наш город, наш регион. Такое предприятие есть, которое, как я сказал, уже работает на мощность чуть больше 40%. И здесь у них другой вопрос. В чем причина? Низкое качество продукции или высокая цена? Мы готовы это регулировать. Мы готовы сегодня вмешаться в ситуацию и ответить на эти вопросы. Вот такие вопросы мы сегодня обсудили. Я думаю, что на все эти вопросы мы получим ответы и будем отрабатывать. Уважаемые коллеги, мы, прежде чем сегодня встретиться с вами, мониторили несколько дней работу торговых сетей, крупных супермаркетов в нашем городе, в вашей торговой сети. И обратили внимание на то, что действительно в большинстве своем вы и ваши сотрудники, которые работают в этих супермаркетах, придерживаются санитарного необходимого режима. То есть люди работают в масках, работают в перчатках, на входах в супермаркеты, в торговые отделы стоят дозаторы с дезинфицирующими средствами. Все это есть. Мы не знаем, проводится ли у вас ежедневно по окончании рабочего дня санитарная обработка всех поверхностей, входов, уручней и так далее. Этого мы не видели, но надеемся, что вы это делаете. Если этот момент вам не упущен, то мы вас призываем этому уделить особое внимание. Не проводить санитарный день раз в неделю, как это было в хорошие времена, а вот в экстренном порядке проводить это дело ежедневно. Закончился рабочий день, как в армии. Все должно быть помыто, дезинфицировано. Это кассы, устройства для снятия оплаты через кредитные карточки, поручни, прилавки. Все, к чему прикасаются люди, все должно быть дезинфицировано. Пол должен быть вымыт специальными средствами. И это крайне необходимо. И мы призываем, чтобы вы это делали сознательно. Я думаю, что следует уделить особое внимание также и посетителям. Далеко не все люди есть сознательные. И если вы на входе поставите возле дозаторов охранников, которые есть в каждом из ваших заведений, и поставите им задачу, чтобы они останавливали каждого покупателя и предлагали ему помыть руки этим тест-раствором, который у вас на входе стоит или должен стоять, значит, это существенно, скажем, тоже снизит нагрузку на эпидемиологическую составляющую в вашем заведении. Это необходимо делать. Мы вас к тому призываем и очень просим, чтобы вы этому уделили внимание. Значит, согласно постановлению областной администрации, вы и другие труговые сети должны обеспечить режим, когда между покупателями, которые формируются в очереди на кассах, должен быть диаметр 1,5-2 метра. Поэтому мы просим, чтобы вы в своих супермаркетах, закупив там клейкую ленту желтого цвета или синего, разметку сделали на полу таким образом, чтобы люди, которые подходят к кассе, не скапливались в очередь, не стояли, не дышали в затылок друг к другу, значит, не заражали друг друга, чтобы это было сделано таким образом с соблюдением всех мер безопасности. В идеале, конечно же, если такая возможность у вас есть, и финансы позволяют, было бы неплохо тем людям, несознательным, которые заходят в магазин, предлагать одноразовую маску, вот таким образом приучая их к этому, если такая возможность у вас есть. Данная встреча, я считаю, была очень необходима для того, потому что мы получили ряд ответов на те вопросы, которые у нас были, какие мероприятия необходимо проводить. Получили обратную связь, взяли информацию, как действовать в тех или иных ситуациях для предотвращения заболеваемости среди нашего населения. Ну и хочу отметить о том, что сфера торговли – это одна из тех сфер, где находится постоянное количество покупателей, и, соответственно, в первую очередь торговые сети должны проводить необходимые мероприятия для предотвращения заболеваемости наших граждан. Значит, компания «Таврия-В» со своей стороны проводит достаточно большое количество мероприятий. На сегодняшний день по поставкам и по логистике никаких проблем нет. Все склады обеспечены максимально продуктами первой необходимости. То есть сейчас, в принципе, ситуация стабильная. Ну и хочу также само настроить всех наших покупателей о том, что не переживайте, все с этим в порядке у нас, и продуктов в достаточном количестве. Продолжение следует...